Опять мы на BMW, сегодня она на ходу. Третий раз достаю камеру, все, отвлекали, не мог включить. Ситуация какая? Вот на нижнем одометре, на суточном пробеге видно, сколько я проехал. Там получается 600... 603 или 609, там пиксели битые. Ситуация в чем? Был заправлен полный бак, сброшен на ноль одометр. Получилось большой расход. Хотя расход у нас показывает 10,8, как вы видите. То есть ситуация в чем? В том, что куда-то девается топливо. А в бэхе-семерке оно обычно вытекает через дырявый бензобак. Это не только у меня, это классическая их поломка для этой модели. То есть, как сказал один из моих зрителей, говорит, пока у тебя есть бэхо-семерка, контент для твоего канала обеспечен. Ну, в принципе, я с ним согласен. Хоть у нас и без бэхи как бы есть что снимать. Ну, бэха, конечно, в этом плане лидирует. Так что бензобак у нас потек. Не знаю, как назвать эту поломку. 160-я или 161-я. Ну, едет хорошо с насосом. Расход вроде сразу был великоватый на новом насосе. Сейчас, в принципе, вроде стабилизировался. Там были короткие поездки, было непонятно полностью. Так что бак потек. 161-я поломка, как я и обещал, не заставила себя долго ждать. Так что будем менять, чинить, варить. Не знаю, разберем, посмотрим. Покажу, что там с ним. То есть, когда в баке, это расход, только что я долил литров 10 в бак. То есть, стрелка горела. То есть, поэтому, получается, на 85 литрах, грубо говоря, я проехал... Ну, пусть на 80 литрах я проехал 600 километров. То есть, получается, явно не 10,8. То есть, где-то литров 5-10, ну, не знаю, может, не 10 литров, 5-7 вытекло где-то на улицу. То есть, разберем, посмотрим, что можно сделать. Покажем, там решим. Ну, вот, проехал. Проехал еще по прямой несколько километров. Вообще на 10,7 упал. То есть, расход явно не такой, как в пересчете получается. Даже при таком режиме движения, там, при 170, расход был до 10 литров. Да, еще забыл сказать, когда в баке немного топлива, то есть, где-то приблизительно до 20 литров, до 25 литров. Подтекания, ну, практически нету, не видно его. Потом, какое-то время много не наливал. Полный бак, потом залил, вроде не текло. То есть, где-то какая-то микро, видно, все-таки подтекание. Это забыл об этом факте. Налил полный, и опять оно проявилось. Так что, сейчас будем смотреть. И где вы думаете, бак мой? Бак мой у самых суровых людей современности. Они вот там под машиной прячутся. Поиск. Сказали, что нашли, где течет. Саня, где течет? Покажи фолловерам. Максик. Максик, где? Максик. Как с этого? Так это же куда-то подключено было. Или там заглушки? Не заглушки. Ну, короче, вот такая вот штука. Как заглушки. Это же подача или выход. Откуда, покажи. А вот с этой? Да. Тут вот заглушено. Ага. А вот тут нет. И оттуда текло? Да. То есть на шару сняли? Да. Ёхо-хо-хо-хо-хо-хо. Да нет, вы и так его, говорит, они надули его, когда в пятницу надули и бак поменял форму. Так сколько у меня теперь? Не 85 уже, 105, наверное, на литр. 90. 90 литров, говорит, точно. Так я контрабандистом могу быть спокойно, да, Саня? Да. Наркоту будешь пасить? О, началось. Короче, вот тут текло. На фест как раз. А зачем эти заглушки? Хрен его знает. Ладно, спросим у специалистов по-моему. Заглушка есть, а во второй нету, получается. Это не давать до меня, а оттуда такой. Нормально. Короче, опять, опять как лошары попали мы на съемную установку. Не, ну мы его не снимали. Не, ну вы, да, но там есть другие ребята, очень опасные. Как их тоже с Уро. Тоже Дарницкие практически. Что, опаснее, чем мы? Не, не, опаснее вас. Слышишь, вчера смотрю видео, Паша снимал, там, редуктор на газ, на бомбу ставят. Ну, на бомбу, бомбу ж помнишь? Ну, газ 66, мосты. Ставят редуктор, где-то килограмм 60 он весит вдвоем. Что-то вот, подольские суровые круче Дарницких, что-то он говорит. Я говорю, какой круче, говорю, напишу ему в комментах, говорю, Дарницкие суровые, чтобы на гармошке играли, когда ставили этот редуктор. Так что так, сейчас поедем ставить бак. Короче, вон БХ-7, я приехал. Не снимай песочницы, ну. А, о, тут это вы мне на крышу, типа, багажник делаете? Да, это багажник дополнительный. Это багажник, это вы меня на море отправлять хотите? Короче, ситуация какая? Это, оказывается, откуда течет, это выход на Вебаста, как мне сказали специалисты. Так что, откуда течет, пока не найдено. Есть дымогенератор здесь недалеко у товарища. Поедем к вечеру на дымогенератор, будем дымом искать, потому что что-то ставить не хочется, пока не нашли точно. Ты где? Так что, такая ситуация. Ты где-то будешь получать деньги, как он снимает это, ты его... Так, раньше руки все хорошо, и по ПС-бакам продолжается. Сейчас везем его, уже день опять прошел. Везем его. Дымогенератор есть у человека. Люди серьезно занимаются газом. И всем остальным. Сейчас увидим, насколько. Говорят, при помощи дыма увидим 100% откуда. Течет, но откуда-то тоже оно текло. Причем неплохо текло, литров 10 ушло. Да. Так что, сейчас узнаем. Или увидим, или не увидим, пока неизвестно. Будем надеяться. Запаковали герметично. Сейчас посмотрим, что получится. Прибор серьезный. Так, так надували, что он литров 10 добавил в объеме, но и не увидели. Потом назад его вернули. Говорят, ваша конструкция покажет 100% или нет? Да? Да, дыма, покажет. Дольше, чуть-чуть. Давай, давай. Дым с запахом хорошим. Джонсонс Бэби. А? Джонсонс Бэби. Ну что, серьезно? Заправляется, говорится. Да, бед. Вот. Ужасно. Вашей сложности. Стоять, отсюда принялись. Пока не видно. Давай. Все. Ну, где-то же оно и откуда-то идет, да? Чудес не бывает. С 85 литров, где-то литров 10 вылилось, пока бак выкатал. Дым есть, да? Да, дыма нет. О, стоп. Это а-то пылюка, наверное. Ну, вот это, а. Это, это, ну. Так, сдалека показалось. Блин, бак загадка. Может, дым кончился. Ага. Солярка пошла. А? Ну, и назад надо давить. Так не, а, там на дне, а течет, когда выше. А, может, не продавить? Да, не, ну, в принципе, у нас внизу. Что-то должно продавить. А давление можно как-то добавить? Уже и так, да. Ну, вверху-то. Вон, а сюда, где солярка. Ну, да. Сан, что-то тут потекло, видишь? Не нашли. Видите, где? Не нашли. И бак загадочный. Поиски с помощью компрессора и мыльного раствора не помогают тоже. Такая сама трубка промахла. Да, может, трубка. Да, да, да. Ну, это же с бака не выход. Не пробовали зарядить под машину именно? Нету жилья было. А, прямо на машине. Блин, ушли уже там пацаны. Ну, оно получалось вот край багажника и по центру, вот, грубо говоря, середина, блин. То есть, я вообще думал, проблемы вообще никакой не будет найти. То есть, потому что, ну, так, лужа такая стоит, блин. То есть, получалось где-то вот, вот так пятно, вот в этом. Ну, правильно, оно может стекать где угодно. Хотя и потеков, да, таких явных. Пацаны говорили, давай нальем, поедем, купим салятки, запигачим полный балл. А вы знаете, давление с него дуже быстро девается. Да? Дуже быстро. Ну, да, на дуги. Так, сегодня вторник. Бак по-прежнему в багажнике, в Гранде. Вот Гранде. Не может никто найти, что с ним. Сейчас еще в одно место едем к радиаторщикам. Будем просить, чтобы окунули в ванну. С поддавлением воздухом. Ну, не знаю, согласятся, нет. Не хотели они по телефону. Может, при личной встрече. Даже не знаю, что делать. Вот мойка, тут можно помыть его. Если захотят, чтобы чистый. Где-то штекло. Просто жесть. Это с пятницы продолжается. Сегодня вторник. Ну, там выходные, но все равно что-то долго. Все по-серьезному. Поглушили. Поглушили. Это не заглушки, да, то, что были. Покажу людям, как не надо делать. Заглушки с нотелями тут с этой стороны. Тоже поставили. Сейчас надуем и увидим, наверное. Я надеюсь, что-то. Вот это подача на Вебаста. Это топливные два. Вот так позакрывали все. Может, найдем сейчас, наконец-то. Ну, выпрямился чуть-чуть. Что-то не закрыли, может. Непонятно. Непонятно. Поддysк. ИНТРИГУАН- Что, держит давление? Трошки давать. Ничего не понятно. Вон пузырь идет с этого. Или то кажется. Нет? 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 Нет. Вот так. Ну вот. Все мы проверяем. Да. Хорошо. 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 Все готово. Все готово. По ней не виноват. Хорошо. А вы до слова находились? Есть? Есть. О, забуликала где-то. Заглушку берем. Да? Блин, я уже обрадовался. Заглушка. Да. 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 Он надувается. Видно тут. Он надулся. Иван, ты хочешь переводить? Пчелок. Это грязная зельба. Это димбавичка. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Нет, я не его. Я его не показываю. Я только бак. А, и золотая... И правая золотая рука. Перчатки. Сними хоть перчатку. Блин. Человек не из плавы. Я уже не помню. Надо в воду носить. А хватай в воду его. Ты думаешь его сунешь? Да не сунешь его в воду? Может вы поехываете? Вон потекло. Понесли в воду в... Купаться Мелко Течет та сторона Когда больше Мелко Да, 20, там короче Сергей запламбируй да заплатить Все Зароманники Это так было А вы, наверное, сам по-профессии. Воздуха добавили. В столярке? Нет, там литровой. Течет больше половины. Половина, больше половины. Полный наливаешь, вообще хорошо. Хорошо течеть. Ну лужа такая нормальная. Но где-то получилось, за пару недель литров 10 ушло, пока я выкатал бак. Сколько давления дал? Ноль целых на 10. Так это мало или нет? Да ну тут же вообще давление не должно быть. Ну, может, и кейс-танку или нет. Ну да. Алло. Да, да. У нас квадратной нету, да? Ну да. Хорошо. Давай, берем. Заказывай. А когда он будет? Да, заказывай. Да, заказывай. Не заходим? Да, так. Соберешь? Давай. Доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Да, воздух вышел, ничего не видно, получается, где-то на хомутах, может, на трубках, на шлангах. Ну что, Бэху-семерку забрал, что там течет, не течет, непонятно пока, зальем полный бак, посмотрим, заводится, едет, перенадували, бак еле поставили, так его раздули, пока искали протечку, короче, непонятно, те, кто проверял, сказали, что больше всего вероятность, что на патрубках где-то текло, возможно, там их много, и на Вебаста выход, и там, и там, и обратки, ну, будем наливать, смотреть, конечно, полная жесть, непонятно. Под капотом заменили стаканчик, привет, стакан заменили масляного фильтра, из-под которого текло, ну, и верхний патрубок радиатора течет, уже когда-то его менял, но что-то он опять, то есть, такие неисправности этот раз. Продолжение про наш бензобак, прошло, он капает, как хорошо, глянь, на камеру прямо капли летели. Продолжение про наш бензобак, прошло сколько тут, неделя, наверное, после того, как мы искали, я видео не монтировал, ждал, и вот продолжение. Капает, капает, вот потек по баку, вон капли, и тут потек по баку, то есть все специалисты мыслимые и немыслимые искали, искали, ничего не нашли, при том, что бак не полный, в баке меньше 20 уже, да, 20 я заправил, там что-то оставалось, ну, прилично проехал километров 30, наверное, то есть такая ситуация. Вот вам и БХ-7. Так что 162-я поломка была пропущена, вот это она, пока ее не выкладывали, сейчас еще заедем на подъемник, попробуем поискать снизу, ну, не сейчас, а завтра. И тогда уже будет более подробно что-то понятно.